Севастопольская медицина не только бесплатная, но и несуществующая, констатируют местные жители. Инициативный костяк вышел на несанкционированный митинг с требованием отставки так называемого начальника управления здравоохранения Юрия Восконяна. Говорят, он причастен к неэффективному использованию средств и коррупции. У меня жена, инвалид первой группы, не говорит, не шевелится, так сказать, ну, часа мода, и все, что с этим связано. Я никак не могу сейчас добиться бесплатных лекарств, которые положено. Я добивался бесплатных лекарств пять месяцев. А сейчас не могу добиться, чтобы поликлиника выписала бесплатное лекарство, которое ей положено в выписке из больницы. Говорят, что многие лекарства, которые были закуплены до города, оказались ненужными. Приводят пример. В декабре 2014 года Главное управление здравоохранения потратило около пяти миллионов рублей на фортелизин. Однако, как потом оказалось, зря. Проверкой установлено, что в период с 28 декабря 2014 года по 30 июля 2015 медицинский препарат фортелизин не используется. Заявка о необходимости приобретения препарата фортелизин в Главное управление здравоохранения Севастополя центром не подавалась, ввиду отсутствия потребности в данном препарате. Относительно удобств в больницах севастопольцы могут говорить часами, признаются сами местные жители. С приходом так называемой страховой медицины стало только хуже. Нет ни лекарств, а условия нахождения в палатах невыносимые. Говорят, раньше такого не было. У меня настолько болело, болели все бока. Повернуться было невозможно, так как тело обездвижно. И это вам не передать просто. И так как я находилась там 10 дней, то есть фактически утром просыпался от того, что у тебя просто все жутко болит от этих жутких матрасов. Когда я подняла клеенка, там все, они настолько страшны, они пропитаны, не знаю, кровью, чем они пропитаны. То есть люди лежат на таких матрасах. Севастопольцы с грустью констатируют, что такая ожидаемая многими русская медицина оказалась страшным кошмаром. Гигантские очереди во всех заведениях здравоохранения, нехватка кадров, недостача лекарств и нечеловеческие условия пребывания.